Десять домов частного сектора на втором Павлодаре с теплом были только три дня. Сегодня, рано утром, сети, где ранее производилась плановая реконструкция, затопило кипятком. На месте побывала наша съемочная группа. Коммунальная авария на пересечении улиц Геринга-Алтайской произошла сегодня ночью. Вызов на пульт диспетчерской тепловиков поступил в пять часов. А это видео в редакцию прислала Виолетта Бутакова. Женщина рассказывает, утром вышла провожать детей в садик и школу. Вместо новой теплотрассы увидела горячий бассейн. Сказала, что в пятницу вечером нам дадут. В пятницу не дали, дали только в воскресенье, 6 часов вечера. И что вот сегодня среда утра у нас уже прорвала. Новую трассу и все. Мы теперь, не знаю, опять будем без отопления. Всем дали 1 октября, а мы вот сидели ждали, морозы уже были. Грелись как могли и обогревателями. Бедная старенькая печка нас согревала. На улице минусовая температура, воды много. На аварийном участке работает осенизатор. Объем 3 куба. Люди переживают, что одной спецтехники мало. Говорят, откачивать надо быстрее. Напомню, в этом микрорайоне дома неоднократно топило грунтовыми. Сейчас горячее уходит по тому же пути. По грибах стало сыро. Вот уже немножко воды пришло. Если до вечера не откачают, я не знаю. Будем тоже плавать дома. На сегодняшний день силами города, а также ТОП тепловой сети выясняется причина повреждений. А также в связи с тем, что мы в отопительный сезон зашли, повреждения частной тепловой сети будут устранены также силами города и силами ТОП тепловой сети. Напомню, в середине августа здесь начали реконструкцию тепловой сети. Завершить обещали до начала отопительного сезона. Это должно было решить проблему недогрева как в частном секторе, так и в многоэтажках. Однако сегодня в отделе ЖКХ заявили, плановый ремонт отношения к аварии не имеет. Прорвало частную сеть, предположительно, по улице Алтайской. Без тепла остались 10 ближайших домов. Определить участок и причину повреждения смогут после полной откачки воды. Тогда же станет известно, будут ли производить дополнительные отключения. Назвать точные сроки устранения коммунальщики пока не могут. Азиза Исабайт, Мухаммед Айгужасири, Кунагбаев, телекомпания Ирбис.